Как решают квадратное уравнение? Как решают уравнение третьей степени и уравнение четвертой степени? Собственно говоря, почему мы считаем, что они разрешимы у радикалов? Ведь когда говорят, что уравнение пятой степени неразрешимо, то говорят это не потому, что все остальные неразрешимы, а потому что третья, четвертая и вторая разрешимы. Что такое квадратное уравнение? АХ квадрат плюс ВХ квадрат С равно 2, где АЕ равно 2. Отлично. Вспоминаем, каким образом решается это самое равновесие. Делим все на А. Получается Х квадрат плюс В разделить на А, плюс С разделить на А. Отлично. Выделяем полный квадрат. Это вот что такое. У меня нет сомнений, что вы это прекрасно знаете. Но мне это очень важно, потому что сейчас, во время решения равновесия 2 или 4 степени, у нас некоторые вещи все-таки будут, их нужно приговорить. Итак, что же тут такое? Х плюс В разделить на 2А в квадрате, это у нас деленное на 4А в квадрате, В квадрат минус 4А. Замечательно. Значит, получается формула, надеюсь, что все ее знают. Это минус В плюс минус корень квадратный из В квадрат минус 4А в квадрате, деленное на 2А. Квадратное равновесие решается так, как материал абсолютно стандартный, школьный. Давайте подумаем, а можно ли было каким-то другим способом все это делать? Могли ли мы с вами как-то по-другому все это понимать? А вот как мы могли с вами понять, что у квадратного уравнения есть 2 корня. Давайте первое из этих корней, давайте обозначим ХПП, это минус В, минус корень из В квадрата минус 4А. А у второго корня, здесь стоит плюс В квадрат минус 4А. Замечательно. Так вот, ребята, сейчас, ну, эти фокусы есть, но я сейчас напоминаю такую штуку. Как выражение АХ квадрат плюс В минус плюс С разлагается на множители? Это Х минус первое корень умножить на Х минус второе корень. Это все понимают? Да. Все понимают. Потому что, действительно, если вместо Х подставляешь Х1, то это сколько будет? А если Х2, то это называется теоремой безумной. Любое, любой многочлен делится на разность между Х и его корнем. Отлично. А значит, имеет место теорема Вьета. Давайте анализировать. Значит, у меня есть АХ квадрат минус А умножить на сумму корней умножить на Х, да? И плюс А умножить на произведение корней. Значит, итак, как же звучит теорема Вьета? Что коэффициент В это минус А умножить на сумму корней, и коэффициент С это А умноженное на произведение корней. Отлично. Так вот, ребята, а теперь я задаю такой вопрос. Представьте себе, что мы еще не знаем вот это. Ну, вот так случилось, мы не догадались. Но уже знаем эти два равенства. Теорему Вьета уже знаем. Скажите, пожалуйста, могу ли я найти квадрат разности Х1 и Х2? Да? Да. Могу. Смотрите, как это делается. Это что такое? Это Х1 квадрат минус 2Х1 и Х2 плюс Х2 квадрат. А по-другому Х1 квадрат плюс 2Х1 и Х2 плюс Х2 квадрат минус 4Х1 и Х2. Правильно? Ну, это что такое? Это же квадрат суммы. А его мы знаем. Так, единственное, где бы мне это написать. Можно я приду на эту дозу? И напишу здесь, чему же равен квадрат равности корней. Х1 минус Х2 в возврате. Это есть квадрат суммы. А сумма корней, ребята, это В деленное на А. Правильно? Вот. Минус. Учетверенное произведение. А произведение, как там написано, это С деленное на А. Ну, замечательно. Значит, если привести к общему вспоминателю, то это будет В квадрат минус 4АС. Ребята, это очень важная вещь. Мы сумеем квадрат разности корней выразить через коэффициенты многочленов. Собственно, отсюда разность корней Х2 минус Х1 это корень из В квадрат минус 4АС, деленное на А. Ну, точнее, плюс-минус корень. Здесь очень важная вещь. Какой корень первый, какой второй, это на самом деле вопрос договоренности. Когда у вас есть уравнение, то с точки зрения алгебры все равно, если это действие здесь, или наоборот. Понимаете? Поэтому это вопрос договоренности. Ну, давайте, например, Х2 минус Х1, пусть это будет вот такая величина. Замечает. А теперь вспоминаем. Х2 плюс Х1. Мы из теоремы гинета знаем. Что это там будет? Далит нам. Это минус Б разделит нам. Согласны? Ребята, я вам рассказал альтернативный способ вывода формулы решения квадратного равния. Я уверен, что в школе вам это не рассказывали. Просто потому, что, если честно, он сложнее. Но, уверяю вас, разумеется, любой школьник, чуть-чуть проработа с квадратным уравнением, понимает, как найти квадрат разности корней. Правда? Вот, это вещь, что это понятно. Так что, чтобы сказать, это не какая-то высокая наука. Но, с другой стороны, смотрите, какая забавная вещь. Мы, в некотором смысле, решили квадратное уравнение более научно. Почему? Потому что мы рассмотрели то, что называется элементарные секретарские функции от корней. А именно, произведение x1, x2, это c разделить на, и сумма x1 плюс x2, это минус b разделить на. Повторяю, элементарные симметрические функции от корней к квадратному равнию. И мы с вами сделали следующее. Мы, рассмотрев другую функцию, а именно x2 минус x1 в квадрате, мы взяли и поняли, что она выражается через коэффициенты. Обратите внимание, здесь квадратный корень, а здесь просто такое хорошее уражение. Почему? Потому что у уравнения есть такая замечательная вещь, как замена в корне местами. Вместо x1 говорит x2, вместо x2 говорит x1. И при этой замене разность меняет знак. А вот квадрат разности не меняет знак. Квадрат разности это симметрическая функция. Разность корней, наоборот, антисимметрическая функция при замене. Ну и, соответственно, когда вы сложите поделить по главному равнию х2, и из нижней строчки вычтете поделить по главному равнию х2, и получится х1. Отлично. Значит, я объяснил, как в радикалах решать квадратные равния х2. Что такое радикал? Радикал – это то же самое, что корень. Хорошо. В течение многих лет считалось, что наша цель научиться решать уравнение, если мы составили таблицу корней. То есть, понимаете, какая вещь? Когда не было компьютеров, то нельзя было просто написать уравнение и попросить компьютер решения. Когда у нас квадратное уравнение, то три коэффициента А, В, С. Ну, если составлять таблицу, то понятно, что это получается такой кубик, да? Заполненный числой. Это ужасно. Если мы поделили на А, уже стало лучше. Уже коэффициентом 2. Но все равно заполнять, понятно, да? Это заполнять такой 2 на 2. А если мы сделали вот эти преобразования и получили вот такую формулу, мы же умеем вычитать, делить. Это все быстро, это мы умеем. Реально нужно извлекать корень. Это уже один и один. Вот эта вот процедура сводит решение, в котором было 3 параметра, к ситуации, когда параметр всего один. Понятно? Составили же один параметр. И вот все время была такая идея. А можно ли свести решение уравнения третьей степени к какой-то однопараметрической задаче? Кстати, не обязательно кубический корень. То есть, конечно, в древности считалось, что обязательно нужно через корни. Но, в принципе, задачу можно расширить. Ребята, и в математике, разумеется, что называется, в них продвижение дальше. А именно, даже для уравнения пятой степени, что называется по известному анекдоту, как только мы доказали, что его нельзя решить, в этот момент сразу начались исследования о том, а как же его решать. То есть, смотрите, мы доказали, что его нельзя решить. Ну, не мы, а Абель была в начале 19-го века, доказали, что нельзя решить радикалов. А вот интересно, какая это другая функция? Или может быть функция не от одного аргумента, а функция от двух аргументов? Может или не может? Так вот, на этот счет есть огромная однопарическая теория, очень красивая, и более-менее ее я и собираюсь рассказывать. То есть, понятно, что мы до огромного количества фактов не дойдем с вами, но до многих и дойдем. Итак, на уравнение второй степени все все поняли? Все все поняли? Отлично.